В Мангистауской области в годы политических репрессий подверглись гонениям 950 человек. Кроме этого, огромное количество людей было депортировано в Казахстан. Многие из них выжили только благодаря казахскому народу, который не побоялся протянуть руку помощи. В эти минуты в Актау проходит траурный митинг. На прямую связь со студией выходит Тамара Степанова. Тамара, добрый день, вы в эфире. Добрый день, Иван. Место выбрано не случайно. Уроженец Мангистауской области Жалау Манбаев открыто выступал против репрессий в защиту простого народа. Для жителей региона он стал символом борьбы с режимом и веры в лучшее. У памятника Жалау Манбаева собрались представители этнокультурных объединений региона, школьники, очевидцы тех событий и их потомки. Они возложили цветы и почтили минутой молчания безвинно пострадавших в то время. Сегодня в городе проходят торжественные митинги, показывают фильмы, спектакли в память о репрессированных. Представители этнокультурных объединений региона встречаются с молодежью, чтобы рассказать о жерновах той эпохи. К примеру, в одной из войсковых частей пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан они провели акцию памяти. Солдаты и офицеры увидели ленту о репесиях и депортациях затронувших миллионы советских граждан. Рядом со мной аэропет Курдаглян, председатель армянского этнокультурного объединения Мангастаусской области. Расскажите, где еще прошли такие встречи? Представителями этнокультурных объединений нашей области проводили аналогичные встречи в высших учебных заведениях, колледжах, средних школах. Даже такую встречу организовали в детском саду. Примечательно, что эти встречи проводили дети, репрессированные в те годы, и которые испытали на себе все те ужасы истории нашей жизни, нашего государства. Как Вы считаете, какой посыл несут такие встречи для молодежи? Во-первых, это наша история, и новые поколения должны знать, в каких условиях жили наши те люди, которые в этих тяжелающих условиях истории нашего, и могли, чтобы они оценить сегодняшнее достижение нашего государства. Независимость. Одно из которых, в ярких его внутренних проявлениях, это является сохранение мира и согласия в обществе. Спасибо. Я от себя добавлю, что сегодня представители этнокультурных объединений региона приглашают всех желающих в областной музыкально-драматический театр, где пройдет представление о голодом море и поэтическая композиция на стихи Ахматовой. Иван. Спасибо. Тамара Степанова из Актау в прямом эфире рассказала о том, как в городе проходят события, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. Продолжение следует. Продолжение следует.